Все знают Юлия Цезаря, все знают Петра Первого, но Юстиниан... Юстиниан был великий. Ну что такое? Он римский император, у него нет Рима. А кто выбирал императоров? Немножко недооцениваем значение стадиона для политики. Выкрики людей на трибунах стадиона обязаны чиновники принимать во внимание. Северий, Солюстий, Взяточник, Спартак-чемпион. Ну это база. Небось, были у держателей бизнеса какие-то, скажем так, недовольства? Конечно были, но дело в том, что вы не очень можете спорить с Юстинианом и Феодорой. Феодора это в некотором смысле феминистка здорового человека. Толерантность довела Византию до кризиса. Феодора просто волевым решением закроет все публичные дома в Константинополе. В каком-то смысле рабом было быть выгоднее, чем свободно нанятым. Считать подкинутых детей рабами. Юстиниан Великий Родился в крестьянской семье в глухой провинции. Но его правление назовут Рассветом Византии. Он расширил империю вдвое, создал кодекс законов, окончательно упразднил язычество, сделал православие единой государственной религией и воздвиг Святую Софию. Это Юстиниану повезло стать императором, или Византии повезло с Юстинианом? В Константинополе он оказался благодаря дяде Юстину. Отличавшийся силой и ростом, Юстин дослужился от простого солдата до начальника императорской гвардии. Юстиниан получил хорошее образование, основа которого – богословие и римское право. Нес военную службу при дворе. Поворот в его судьбе произошел, когда Юстина как компромиссную фигуру избрали новым императором. А Юстин сделал Юстиниана наследником и ввел в придворный совет. А также поддержал, когда Юстиниан, вопреки законам, решил жениться на бывшей актрисе Феодоре. Позже она наравне с мужем управляла государством. Ее решимость и воля однажды сохранили Юстиниану престол. Юстиниан великий. Сегодня поговорим про этого замечательного человека. Все знают Юлия Цезаря, все знают Петра Первого, но Юстиниан – человек, о котором мы практически ничего не знаем. Хотя на самом деле, в том числе для истории нашей страны, если учесть то, как история России связана с историей Византии, он, пожалуй, сыграл очень серьезную роль. Сегодня мы поговорим, какую. А тем временем, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на канале «Минутная история». И сегодня мы собрались, вот этой нашей приятной компашкой, которая более-менее что-то знает о Византии. Ну, конечно же, лучше всех знает наш спикер сегодняшний. Сегодняшний император Юстиниан. Каким он был? Ну, вы знаете, да, бывают люди, которых очень сложно втиснуть в одно какое-то слово. Ну, Юстиниан был великий. Вот, да, в истории Византии было всего три человека, которые получили эпитет великих. Это был Константин великий, Феодосий великий и, собственно, Юстиниан великий. Последний из великих. Да, он, собственно, был последний из великих. То есть после него были, вроде, довольно великие императоры, но вот больше никто из них великим в собственном смысле слова не назывался. То есть Юстиниан, он в каком-то смысле, вот, знаете, бывает такой Das Auto, а вот он The Emperor. Он, так сказать, император с большой буквы. Он такой вот, может быть, наибольшее воплощение того, что такое византийский император и в позитивном, так скажем, смысле, и, может быть, отчасти и в негативном смысле тоже. Вот такая вот великая, уникальная фигура. Ну, еще он святой, среди прочего. То есть как бы вот он великий император и одновременно вот, в общем-то, святой человек. А с другой стороны, это человек, по которому у нас есть уникальный источник. Это тайная история Прокопия Кесарийского, да? Ну, да. То есть человек, о котором мы знаем максимум гадостей, которые сумели зафиксировать приближенные о каком-либо императоре, по-моему. Да, но тут это действительно интересно в этом смысле, да, что действительно правление Юстиниан достаточно хорошо задокументировано с очень разных сторон. Ну, Прокопий, да, он интересен тем, что он написал много томов панигириков Юстиниану, о постройках, о войнах, да, вот таких, то есть чрезвычайно позитивного описания его правления. И, наоборот, тайную историю, как вот такой псогос, как абсолютное, действительно, скопление всего плохого, что только можно рассказать о Юстиниане, о его супруге и о его приближенных. То есть, да, в каком-то смысле у нас очень объемная картина истории правления Юстиниана, вот мы ее можем себе составить полностью. Давайте тогда, как всегда, попробуем немножко последовательно. Мы хотим понять, почему его эпоха стала такой важной, переломной, и почему до сих пор то, что тогда произошло, влияет так или иначе, ну, как минимум, на церковную историю. Да, очень сильно влияет. Историю религии и вообще всего христианства в Европе, в том числе в России. Но начнем чуть-чуть, как всегда, издалека. Юстинианова эпоха, она ведь особенная. Это тоже своего рода переломный момент. Что представляла из себя Византия в тот момент, когда Юстиниан пришел к власти? Как вообще выглядело это государство? Ну, вот кем она точно в этот момент не была, вот в этот момент она точно не была Византией. В том смысле, что, ну, вы, я думаю, что не можете назвать Византией государство, в котором еще до сих пор императоры празднуют юбилей своего вступления в должность народного трибуна. Вот один из предшественников Юстиниана, император Анастасий, в 516 году послал послание римскому сенату, в котором уведомлял римский сенат о том, что исполнилось сколько-то там лет, то ли 25, то ли 50 с того момента, как он впервые был избран народным трибуном. То есть в Риме сенат еще был? Во-первых, а во-вторых, еще сохранялась должность народного трибуна. Вы вдумайтесь, то есть, ну, да, принципсы вот эти, значит, которых мы называем императорами, вот эти римские принципсы, начиная с октября на августа, они получали должность народных трибунов, потому что у трибуны была неприкосновенность, депутатская, в смысле трибунацкая. Вот, и вот Анастасий праздновал вступление в свою должность народного трибуна. Понимаете, что это была чисто формальная должность. То есть он был император Восточной Римской империи, он был доминус, он был, в общем-то, да, владыка и все такое, но, тем не менее, у него по-прежнему сохранялись связи с вот этой древней римской титулатурой. То есть, ну, какая это Византия, если у вас есть народные трибуны? Вот, народных трибунов не бывает в Византии, не бывает в Римской империи. Вообще интересный вопрос, как становились императорами в Византии в тот момент, ведь у нас какое представление, что это какая-то наследственная должность там, а это было совсем не так. Ну, да, собственно, вот вы знаете, да, что в Российской империи вот есть закон о престоле наследия, да, вот, был, вернее, вот, и все было хорошо и понятно, кто должен быть следующим, значит, государем. А в Византии действительно они за вот тысячу лет своей истории не удосужились придумать принцип наследования общей. Вот, это было, конечно, связано с наследием Римской империи, потому что, да, Византии очень много всего намешано, там и восточное влияние, и влияние вот римские, собственно, да, и непосредственно, собственно, христианские элементы там есть, и все это очень сложно. И образ Византийского императора, он складывается из вот этого римского, да, вот этого принципса, из восточного царя, с другой стороны, и с третьей стороны, из вот ветхозаветных царей, помазанников божьих, да, то есть это вот такая очень сложная комбинация. Вот, и действительно, да, этих императоров выбирали. А кто выбирал императоров? Вот, ну, вы знаете, да, что как-то выборный самодержец, его обычно выбирают где-нибудь в столице. Вот, как выглядели, в принципе, эти выборы? У нас, у Константина Багринародного, да, вот у этого государя X века, сохранилось описание того, как вступал на престол, кажется, Юстин, преемник Зенона, если я ничего не путаю. Вот, то есть Юстин, это дядя Юстиняна, мы о нем, может, бы что-нибудь еще скажем. Обязательно, такой интересный человек, такую карьеру тоже сделал. Вот, как это происходило? Умирал предыдущий император. В этой ситуации могли быть разные варианты. Во-первых, у него мог быть соправитель. Да, это нормальная римская практика, позднее римская, вот, значит, когда император при жизни еще назначает какого-то достойного, талантливого человека своим соправителем. Вот, тот вместе с ним участвует в государственных делах, и когда старший император умирает, младший автоматически становится новым императором. Тут никаких вопросов нет, никаких проблем нет, все понятно, он и так уже император. Он коронован еще при жизни предыдущего государя. То есть тратиться на выборы уже не надо. Да, уже не надо. Вот, в этом смысле очень просто с такими преемниками. Другой вариант, когда преемника формально назначенного, избранного соправителем не было. В такой ситуации, когда становилось известно о смерти предыдущего государя, центром событий становился Константинопольский ипподром. Вообще, на самом-то деле, мы, ну, как бы, да, немножко недооцениваем значение стадиона для политики в Римской империи. Вот есть такая характерная история. У императора Константина есть такой закон, известный Константином Великим, вот, можно сказать, светоотеческий закон в каком-то смысле. Константин сдал закон, согласно которому выкрики людей на трибунах стадиона обязаны чиновники принимать во внимание. Власти должны принимать во внимание то, что кричат на стадионах. Это аналог того, как сейчас онлайн-петиции надо рассматривать. Да, это онлайн-петиции или, вот, ну, да, другой аналог сейчас, это, наверное, вот популярные телеграм-каналы, знаете, вот по ним проходит какой-нибудь, значит, какой-нибудь тезис, и власти его принимают во внимание, да. Вот, и точно так же, это, собственно, было предписание императора Константина, чтобы вот эти выкрики выслушивались. Причем это, ну, сейчас у нас скандировать на стадионах умеют только футбольные болельщики. Это обычно довольно примитивные вещи, типа «Спартак-чемпион» или, наоборот, что-нибудь по налению бетон. Сейчас люди видятся, там много творчества, на самом деле. Да, там иногда такие саппорты у футбольных фанатов своих любимцев. Это тоже культура, кстати. Да, да, да. В таком случае мы это выявляем, чтобы меня не побили футбольные фанаты. Вот, ну, в общем, и в Византии, да, в таком случае современные болельщики, они близки к византийским болельщикам, потому что там могли выкрикиваться очень сложные, большие высказывания. Вот, и представляете себе, да, вот огромный стадион, ну, то есть там Константинопольский подром – это несколько десятков тысяч человек, он был гигантский совершенно, гигантского размера. Вот, в маленьких городах, конечно, это было поменьше, но они почти во всех городах были какие-то небольшие театрики. И вот весь этот театр, например, кричит что-нибудь вроде там, не знаю, «Тиверий, Солюстий, Взяточник, снимите его с должности». И вот они ритмично всем стадионам выкрикивают что-нибудь такое. И по законам императора Константина власти местные должны принимать это во внимание и проводить расследование в отношении Тиверия и Солюстия, Взяточник ли он. Вот, причем, да, там нужно было проверять, не инспирировано ли это завистниками, там, это все в законе Константина. Вот только хотел как раз-таки спросить, потому что вот у нас есть мнение о том, что Новгородская республика была там, скажем так, невероятной там по качеству демократии, но на самом деле там примерно такими же методами решались вопросы, и опять-таки можно было спокойно, и подкупали людей для того, чтобы они кричали нужные вещи. Вот как раз именно и был вопрос, не могли ли людей, скажем так... Понятно, что это очень сложно проверить, но вот Константин в законе пишет, что если эти выкрики не инспирированы, значит, патронами, вот если это не клиенты в интересах своих патронов это кричат, то в таком случае их требования следует выполнять, если они собрались справедливыми. Ну, указания в документах есть, значит, видимо, прецеденты были. Ну, они пытались как-то что-то с этим делать, понятное дело, что, конечно, мы знаем, что общественным мнением легко манипулировать, в общем. Да, мы вернемся к теме ипподрома позже, потому что если мы решили уже, что мы про Юстиниана, говорим нам восстание Ника никуда не обрулить, поэтому поговорим еще про него. А мы к тому, что на ипподроме могли выбрать император. Как это делалось? Выходил патриарх константинопольский или вдова предыдущего императора, если она у него была. Вот не всегда же император умирал позже своей жены, в смысле, наоборот, раньше своей жены. Вот. Выходил вдова предыдущего императора или патриарх, и толпа, сидящая на стадионе, начинала кричать, дай нового Василевца Ромеям, дай нового государя православным. Они кричали это всем стадионом. И тогда либо, вот, собственно, императрица, либо патриарх объявляли какое-нибудь имя. Это должен был быть, конечно, человек известный, то есть люди должны были его знать. Выкрикивали имя какого-то человека и его должность. Не обязательно сын или родственник. Это абсолютно не обязательно. В половине случаев у них не было сыновей или родственников. Вот. Вы знаете, что римские императоры не всегда были какие-то детные, да, они иногда были бездетные. Вот. Это мог быть кто угодно, выдающийся какой-то придворный деятель, полководец значимый. Вот. Иногда это мог быть человек абсолютно компромиссный. Вот, собственно, Юстина, дядю императора Юстина, выбрали это изначально по принципу, ну, вроде как, такой уважаемый достаточно человек, командует каким-то воинским подразделением. Вроде как, никому дорогу не перешел, мужик простой. Ну, давайте его выберем, а дальше потом разберемся. Вот. Они, конечно, не знали, как они сильно ошибаются. Но вот, да, тем не менее. С другой стороны, это мог быть и родственник, да. То есть, наоборот, если, там, скажем, при предыдущем императоре был какой-то уважаемый его родственник, который был к нему приближен, то, конечно, его, скорее всего, выбирали. Вот эту кандидатуру выдвигали. И обычно толпа почти сразу откликалась на имя этого человека, если он был не какой-то, там, совсем ненавистный. Они откликались криками «Ура! Многое лето!» новому государю такому-то, да, допустим, новому государю Юстину. Царь умер, да, здравствуй, царь. Угу. Вот. И это было достаточно просто, да, вот как бы вот выдвигали эту кандидатуру, из-за нее сразу все голосовали, так сказать, выборы из одного кандидата. Вот. Но действительно, в каком-то случае, если, скажем, эта кандидатура совсем не нравилась, толпа могла начать свистеть, улюлюкать, возмущаться, и тогда нужно было предлагать ей другую кандидатуру. И таким образом получалось, что император в каком-то смысле был выборным. И византийские законодательные акты и византийская политическая теория это, в общем, освещают. Вот. Во времена императора Юстиниана был создан такой диалог Патрикия Петра с референдарием Миной, вот такой очень известный памятник византийской политической теории. И там, собственно, прямо и говорится, да, очень интересная формулировка, что власть императорскую должен принимать достойный муж, как данную богом и врученную ему гражданами. То есть вот есть данная богом власть, вот, да, вот как бы власть помазанника божия, но она находится, как бы в момент смерти предыдущего императора, как бы в руках у народа. Вот она достается народу, и народ ее передоверяет какому-то одному человеку, которому он сам избирает. Какое интересное сочетание, с одной стороны, идеи божественного происхождения власти и ответственности власти перед Богом, и с другой стороны, вот, ответственности власти перед народом, и, так сказать, демократического элемента. Демократический. Да, есть же такая теория, насколько я знаю, что, в принципе, Византия по своему политическому строю была ближе к республике, чем к монархии в классическом смысле этого слова. Ну, да, есть, собственно, вот такой замечательный византинист Энтони Калделис, он, конечно, хулиган, вот, у него прям книжка такая есть, да, «Народ и власть в Древнем Риме», простите, в Новом Риме, вот. Да, действительно, в каком-то смысле Византия это монархическая республика, ну, понятно, что эти республиканские элементы со временем уменьшаются, вот, то есть, да, чем позже двигаемся в историю Византии, тем больше она становится нормальным классическим средневековым государством, мы об этом уже говорили в предыдущих наших встречах. В выпуске у нас есть про то, откуда возникла Византия, что случилось с тем, почему, собственно, наступил ее закат и как это происходило, а сейчас мы постепенно осваиваем середину истории Византии, мы потом их выстроим в хронологическом порядке, но пока мы как-то странно скотчем, вот, и будет еще, как минимум, один про иконоборческие времена. А сейчас, да, ставьте лайк, подписывайтесь, а сейчас снова Кюстиниану. Так что это было за время, вот, для Византии, что вообще происходило? В этот момент совсем недавно рухнула Западная Римская империя, ну, то есть, как она рухнула, вот, в отличие от падения Восточной империи, в которой есть четкий момент, вот она в этот момент схлопнулась, вот, турки взяли Константинополь. Западная империя, она скорее растворилась, знаете, как кусочек сахара в горячем чае, вот, в каком-то смысле, потому что, да, в 476 году, вот, Адаакар пришел, значит, Ромул-Августул, значит, сложил в себя полномочия, Адаакар стал королем Италии, и все такое, все это понятно, но на самом-то деле к этому моменту никакой Западной империи уже не существует, то есть, ей уже к этому моменту давным-давно управляют разного рода германцы, просто до этого момента они были в роли каких-то временщиков при формальных императорах, а теперь просто какой-то очередной германец назвал себя королем, в этом, в общем, единственная разница такая глобальная, вот, но, да, с другой стороны, Восточная империя в этот момент переживает определенный расцвет, потому что, да, германские нашествия затронули ее, но в меньшей степени, наиболее, так скажем, экономически значимые ее области, Малую Азию, в частности, да, Египет, вот, житницу империи, скажем, да, германцы вообще не затронули, не было никаких германцев в Египте, не бегали, там, годы какие-нибудь еще что-нибудь такое. Была, конечно, какая-то варваризация, вот, в областях на Балканах, вот, в самом Константинополе было много германцев, но все-таки им было полегче немножко. Вот, с другой стороны, да, с перцами у них в этот момент более-менее были, ну, более-менее устаканиваются отношения, там, да, они периодически воевали, но никаких таких глобальных, катастрофических воин нет. И при чудовищном упадке Запада на Востоке сохраняются и города, и цивилизация, и водопровод по-прежнему функционирует, вот, и училище есть, да, там, вот, аудиториум Феодосия II, там, по-прежнему функционирует в Константинополе. В Афинах еще есть академия, ее еще не закрыли, Юстиан, Юстиан еще не стал императором к этому времени, да. Ну, то есть, что поесть, что закусить, еще есть на данный момент. Да, да, да. И что пофилософствовать. И что пофилософствовать есть. Нет, и в целом они живут достаточно неплохо. Вот, сохранившееся описание бытовых, бытовых, так скажем, обстоятельств жизни, вот, жителей Восточной империи в этот момент, например, да, говорят о том, что, ну, какой-то простой характерный пример. Люди мылись и купали детей каждый день. Люди каждый день купали своих детей. Но это очень показательно для, понимаете, для начала VI века, для конца V века, это, ну, огромный прогресс. То есть, в мире есть люди, которые моются раз в жизни, ну, или хотя бы раз в год. Так, вот, перекинемся, так сказать, сюда, да? Вот для этого времени. Ну, то есть, много мы разоблачали вот этих историй о том, что якобы там не мылись в XIV-XV веке. V-VI век, совсем варварская, видимо, еще цивилизация на Западе, она еще не устоялась. Про V-VI век я, честно говоря, не особо хорошо развиваюсь, но, насколько мы знаем, варварские племена сами по себе были с точки зрения Рима. Именно с точки зрения культурной жизни, которые там у них были. Скажем так, ну, они какие-то странные, не похожи, но у них есть много интересного. В принципе, опять-таки, все города, которые нам известны, большинство городов, которые вот именно находились, что в Аровске, что в Западной Европе, они были рядом с водой. Вода была сама по себе необходима. Вот. А по поводу мыться-не мыться, тут все зависит от многих факторов, то есть, например, это плотность населения и, опять-таки, является ли какой-либо европейский город наследием, ну, имеет ли он под собой римское наследие. Ну, то есть, например, не скажу, как бы, чтобы мыться каждый день, но в том же самом Лондинууме, в дальнейшем Лондон, который тоже, опять-таки, римский, скажем так, городочек. Там, скажем так, с этим было все полный порядок. Вообще, проблемы с мытьем, они больше связаны именно уже с более поздними временами, когда начался именно дефицит леса, потому что лес нужен был всем, именно в Западной Европе, в огромном количестве лес, вот, просто нужен для всех представителей профессии, а, во-вторых, уже с развитием протестантизма, вот. А лес-то как повлиял на мытье? А воду нужно кипятить, это лес, баню строить, это лес, горшки делать, это лес, это нефть того времени. Нужно больше дерева. Нужно больше дерева, невероятно огромное количество, тем более даже, когда для всех, вот, именно, скажем так, средств производства, а то для большинства средств производства, которые были в средние века и в Ренессансе, всегда нужен был лес. Хочешь соль варить, нам нужен водопровод, и даже солепровод, который строили, водопровод, как делали в том же самом Гданьске в 14 веке? Нужно дерево, хорошее дерево, качественное дерево. Люди, когда в шахтах находились, как они делали так, чтобы порода лучше поддавалась, скажем так, теми инструментами, которые у них были? Они просто бревнами закладывали место, где жило находилось, и поджигали. Тогда порода становилась более поддающейся именно на какой-то момент времени лесов в Европе не стало. Вообще не стало. Есть замечательные карты, я обязательно поищу, и должна быть картинка. Это то, как, скажем так, распространенность леса в Европе поменялась. Вот как бы у нас пышнейшие леса, там, дубравники и там подобное. И вот лысая просто Европа в плане отношения лесов. Ну, то есть, вот эта история с мытьем, это на самом деле не вопрос культуры, там, фу, не моются или моются, а вопрос чисто инфраструктурный. Могут себе позволить. Сколько в Константинополе тогда людей живет? Ну, там есть разные почеты, но, да, это больше 500 тысяч человек. Это крупнейший город, получается. Да, это крупнейший, в этот момент это крупнейший. Это покрупнее, чем Париж в 13 веке. В Париже в 13 веке 100 тысяч проживало. А это не 13 век. Это не 13 век. Вот, и он же не единственный такой мегаполис, есть еще Александрия, это тоже мегаполис в этот момент, он еще не запустел, да, это Антиохия, тоже гигантский город тоже в этот момент. То есть, их довольно много таких больших городов. И все это Византия. Да. И все это Восточная Римская империя. Восточная Римская империя, они в течение тысячи лет пытались как-то потерять, скажем так, те наработки, которые им оставил Рим. Очень старалась. Вот это только османы помогли. Поэтому там хозяйственные связи очень долгое время сохранялись. Еще я бы сказал, что, да, тут важный момент, почему мы говорим о том, что это именно Восточная Римская империя, потому что они в этот момент еще примерно половина населения говорит на латыни, и во всяком случае на латыни точно ведутся все государственные дела. То есть, командуют армией на латинском языке, они это еще долго продолжат делать, и они ведут всю юридическую корреспонденцию, всю государственную переписку, они всю ее ведут на латинском языке. И, собственно, сам Юстинян, да, о котором мы будем говорить, он, в общем, был латиноязычный. Он в одном из своих законов пишет, что Юстинян родным языком была латынь, то есть, мама ему сказки в детстве на латыни рассказывала, а не на греческом. Прямо все так замечательно, а проблемы? Ведь проблемы же тоже были. Ну, во-первых, самой большой проблемой империи в этот момент, конечно, да, является религиозная проблема. Да, в этот момент, да, вот прошел Халкейдонский собор в середине V века, да, на котором было тоже научение о двух природах во Христе, да, в едином лице Христа соединение божественной и человеческой природ, вот, которую не принимали, да, вот многочисленные разные партии анти-Халкейдонитов и нестыриане, и монофизиты, и происходит большое количество разных религиозных конфликтов. И предыдущие императоры перед Юстиняном Зенон, Анастасией и другие будут пытаться эту ситуацию как-то разрушить. Вот, знаете, вот для наших зрителей, которые многие, наверное, не очень в курсе вот этих вот богословских споров, чуть побольше расскажем вот об этих соборах, потому что мы об этом говорили уже, что для нас сейчас может казаться это несколько второстепенной проблемой для современного человека, но тогда она была прям краеугольной. Да, это была важная часть жизни человека, как раз такие рассуждения, соответственно, Господи, Создатели, тогда вопроса именно в Западной Европе или в Восточной Римской империи, вопроса «Есть ли Бог?» не стояло. Там скорее был такой вопрос «Бог есть, как это доказать?» Вот, и, собственно, да, ну, монофизиты придерживались учения о том, что две природы, божество и человечество во Христе соединились в единое богочеловеческое естество, вот, да, но в этом богочеловеческом естестве движущим, так скажем, элементом является божество, вот такой был богослов Северо-Антиохийский, вот, который, собственно, учил о том, что человечество во Христе движется исключительно божеством, да, вот, и, соответственно, с этим, соответственно, с этим получалось, что человечество во Христе умаляется, Христос не является полноценным истинным человеком, и, соответственно, с этим остановилось под сомнение и искупление человечества, совершенное на кресте. Да, потому что если Христос не был истинным человеком, то не совсем понятно, как он мог истинно страдать, как он мог истинно избавить род людской, ну и так далее. То есть очень много сразу из этого следовало. Ну, то есть Бог как бы приходил, но он просто приходил. Как бы не по-настоящему. Да, но не пострадал вместе с людьми. Да, не пострадал вместе с людьми и не стал, в общем-то, истинным человеком одним из нас. Тем самым тайна вот этого чуда Богового воплощения, вот эта, собственно, новость христианского учения, что вот этот Всевышний, Божественный Абсолют, да, унизил себя до человека, пострадал, стал таким же, как мы, да, в общем, он не стал таким же, как мы, стал не таким, как мы, вот, естественно, да, конечно, с точки зрения вот этой евангельской вести, ну, это, в общем, её во многом обесценивает, вот, да, это с одной стороны, вот, и с другой стороны, теми же во многом интуициями, вот, тем же неверием в то, что Бог может истинно стать человеком, руководствовалось и противоположное богословство. Это направление, нестыриане, которые верили в то, что был просто человек Иисус, в котором обитал Бог, и это были, как бы, ну, два разных лица, вот, в человеке был Бог. Ну, как будто вселился. Да, вселился, ну, в общем, да, вот. Сейчас, вот, я думаю, нас, конечно, убьют профессиональные богословы, потому что это всё очень долго и сложно пояснялось, и я маленькую вставочку скажу, что вообще понять эти споры без должного базис античной философии, который был у людей тогда, как я понимаю, практически невозможно, вот, до всей глубины. Мы сейчас так пытаемся на пальцах как-то раскидать, что там происходило, чтобы объяснить, но на самом деле всё было сложнее. Ну, безусловно, да, я вот через кандидатскую патологию защищаю, поэтому, да. Там, кажется, не только вот именно философия, там нужно знать именно контекст эпохи вообще полный как раз для того, чтобы хоть как-то прикоснуться к мышлению этого человека. Ну, это значит, что эти споры шли до этого сколько лет, да, то есть с Первого Вселенского Собора, это сколько, больше столетия прошло. Да, больше столетия. Да, то есть там ещё аппарат-то какой нарос на это, на всё, да. Вот, да, но, тем не менее, вот, в главном это всё-таки понять можно, да, что с точки зрения, ну, в общем, да, нестыряно, как бы получилось, что Бог не стал человеком и обитал в человеке, вот, а с точки зрения монофизитов, Бог не стал человеком, а, ну, в общем, оставался Богом, который прикинулся человеком до какой-то степени, ну, очень грубо можно это сформулировать так. Вот, да, и попытка, вот, найти верные слова для описания этой тайны, вот, она очень занимала жителей Восточной империи. И конфликты богословские были очень масштабными. Вот, собственно, Халкидонский собор сформулировал, да, что Христос был одновременно и Богом, и человеком, да, истинным Богом и истинным человеком. Это одно лицо, которое является и божественным, и человеческим. Вот, и вот этот самый Бог, ставший человеком, пострадал за людей. Вот, это учение не принимали очень многие партии, и это вызывало политические очень мощные расколы в государстве. Жители восточных провинций, Сирии, Палестины, они, например, в частности, не принимали учения Халкидонского собора и постоянно норовили по этому поводу отколоться от империи тоже. Да, и, кстати говоря, по поводу актуальности происходящего, ведь до сих пор существуют, в общем-то, так называемые дохалкидонские церкви, которые стоят на тех позициях. И у них достаточно много сторонников, в том числе в Африке. Да, 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 и в Африке, и, собственно, вот, армянская церковь. Самая для нас актуальная церковь – это армянская, вот армяне в большинстве своими являются. То есть, вот, если мы хотим понять, в чём разница сейчас, да, то вот надо отправляться туда и разбираться вот в Юстиниановой эпохе. Опять же, почему всё не так просто для нас, почему это для нас актуально? До рукоприкласса-то доходило? Конечно. Конечно, безусловно, да, вот очень характерный пример, собственно, непосредственно после Халкидонского собора был император Лев Макелло. Вот, у него было прозвище Мясник, Мясник, оно было не потому, что он людей убивал, потому что он был мясником до того, как стать императором или сыном мясника. Вот это называется социальные лифты. Вот, да, но потом, как бы, да, это прозвище, ну, естественно, да, местные жители того времени, они как бы оценили юмор. То есть, сначала он был мясник, потому что он был мясник, а потом он был мясник, потому что он людей убивал. Сейчас должен быть анонс Дорогие зрители, в следующем выпуске Мы расскажем Об императоре по прозвищу Капроним Не будем переводить пока Зависим интригу Подписывайтесь на нас здесь И еще у нас внизу ссылочки У нас есть телеграм-канал, мы есть в Дзене Мы есть в ВКонтакте Чтобы оставаться с нами на связи Пожалуйста, заходите туда тоже Там есть мемы У нас есть мемы Переходите к нам Причем мемы у нас оригинальные Высококачественные Крафтовые И соответственно Олимпиадор Лев Макелло Пытался решить эту проблему силовым путем Он пытался просто железной рукой Загнать монофизитов и нестырян В лоно православной веры Получалось естественно плохо Потому что когда он начинал эти самые массовые гонения У них появлялись мученики У них появлялись люди убитые за свои убеждения Что только укрепляло остальных в их вере Вот это как бы создавало большие очень проблемы Последующие императоры Зенона и Анастасия пытались решить эту проблему путем компромисса Давайте мы просто не будем говорить о Холкидонском соборе Давайте мы запретим спорить о том Сколько во Христе природ Давайте запретим вообще обсуждать Как Бог стал человеком Будем давать с тем, что в общем как-то стал И хорошо Вот Ну вроде как все же вроде как во что-то верят Ну вот и слава Богу Вот И эта политика Она с одной стороны привлекала людей Более-менее равнодушных и индифферентных к вере Но тех, у кого были твердые убеждения Причем с обеих сторон Да, и настоящих убежденных монофизитов Которые искренне считали Что верить в настоящее В очеловечении Бога нельзя И истинных последовательных православных Которые считали, что компромиссы недопустимы Это все очень сильно напрягало И за счет этого постоянно возникали конфликты Ему тоже приходилось подавлять их силы Отправлять людей в ссылки Громить Там были эпизоды, когда Для того, чтобы изгнать Излишне неуступчивого Излишне принципиального патриарха Приходилось отцеплять войсками Кафедральный собор в Константинополе Вот И прихожане пытались отбиваться От императорских солдат Там были совершенно чудовищные истории Что-то прям вообще ничто не нового под луной Это мы еще про разбойничий собор не поговорили Когда с топорами врывались там Рубить надвое Призывали тех, кто двойственную природу Да-да-да Христа исповедует Вот Ну там было весело Да Вот какие раньше знаешь Философские драки были Там из разногласий Не то, что сейчас как бы Люди, которые не могут решить Кто станет чемпионом Спартак или ЦСКА Да, ладно В каком-то смысле Даже спортивные соревнования Можно как-то вот К сфере нематериальной культуры отнести Но это же не за рис люди убивали Друг друга И не за пшеницу Люди готовы были страдать за убеждения Причем массово Да-да-да То есть это была совершенно Конечно потрясающая история Вот И Вот это был центральный Наверное конфликт эпохи Почему мы так долго об этом говорим Казалось бы, да? Потому что это была действительно Центральная их проблема Если материально у них В общем и целом Все было неплохо И экономика И производство И города И торговля И даже армия В общем и целом Ну в общем все как-то Ну были проблемы Но в общем не критичные А вот эта проблема была критической И очень серьезной И поэтому Вот очень характерно Да, что императоры Анастасии И Зенон Предшественники Дяди Юстиниана Императора Юстинина Они в общем-то В конечном итоге Хотя они были достаточно Успешными императорами Они оставили себе Очень плохую память Потому что Это их политика Религиозного компромисса Настроила против них Вообще всех людей Кто хотя бы во что-то В серьезе верил И поэтому Да, собственно После того Как они, так сказать Отошли на суд божий После этого В обществе Во всем византийском В константинопольском народе И в церкви И при дворе Было очень сильное желание Того, чтобы Ну знаете Вот как-то Чтобы на трон Зашел человек Который будет обладать Действительно твердыми Богословскими убеждениями Это будет человек По-настоящему верующий И по-настоящему твердый И принципиальный Это да Это как Ну собственно В современности Опять-таки Можно то же самое взять То, что Как говорится Друг всех Это не чей друг А человек И явно Несмотря на то Что может быть Даже был хорошим императором Но это Главный вот этот вопрос Не смог Грубо говоря Выбрать стул На какой сесть Да, да, да Вот и народ уже Скажем так Сам Каким-то образом Начал скучать Именно по тому человеку Который придет Сядет и скажет Вот так И никак иначе Да Толерантность Довела Византию до кризиса Да В каком-то смысле Да Попытка Обрулить Да Так Юстин Вот Юстин Это конечно Очень интересный пример Выходец он был Из современной Северной Македонии Вот Поэтому македонцы Они считают Что Юстиниан Македонец Александр Македонский Македонец Юстиниан Македонец Все македонцы Вот в этом смысле Пушкин тоже македонцем был Пушкин тоже македонцем был Вот Все кроме Этого самого Да Как-то Моисей был Моисей, конечно Был армянин Вот А все остальные Были македонцы Вот Значит Так вот И он был выходцем Вот из этих областей империи Вот Поступил он на воинскую службу Потому что традиционно Воинскую службу Вели в основном Выходцы из провинции Вот То есть человек он был простой Абсолютно простой Он так до конца своих дней Толком писать и читать не научился То есть Вот Подписывался кое-как Он читать и писать Выучился с большим трудом У него была Глиняная табличка с прорезью Ему надо было Как императору Подписывать документы Крестиком подписываться Было как-то все-таки Неприлично Для императора Римской империи Поэтому у него была Табличка с прорезью Где была его подпись И он Трафарет использовал Да-да-да И он по этому трафарету Подписывался Потому что не умел Сам писать Толком вот так и не научился Человек был абсолютно простой Вот И выбран в императора Он был именно за свою простоту То есть Вот При всех Множестве Придворных партий При всех этих конфликтах И интригах Это всех очень втомило И потом Вот Предшествующий Там скажем Было износимое Германское имя изначально Вот Да И поэтому Смотрите Да Действительно Не просто республиканская Форма правления А не вот это вот там Простой Сын президента Тоже может стать президентом Варвар Да До этого Мясник Мясник Это Насколько вообще Республиканская форма правления Была К вопросу о том Что вот Некоторые говорят Вот В Венеции была республика А в Византии была такая Монархия Авторитарная Да Нет Это в принципе Интересный такой момент Что Ну на Византию Проецируется Конечно Ну да Византия это образ Который используется Для самых разных Идеологических ходов Уже в современности Да То есть Если скажем Говорят о византийском Сторое правления И говорят о том Что это была Абсолютная Тоталитарная Там авторитарная Какая-нибудь еще ерунда Это обычно люди хотят Что-то сказать О современности Совсем А не о Византии Ну вот именно Да Ну вот в общем Вот эти предшественники Его были варварами Юстин Он был хотя и простой Как мучание Но все-таки Он был из Давно руманизированных Областей Вот он да Из этой самой Северной Македонии Да Из Дакии То есть имена у него Римские там У них уже все были Да Он Юстин Он из Дакии Вот Он римлянин В конечном итоге Пусть даже и простой Пусть даже и необразованный Но он человек Который на латинском языке Говорил с детства Кандидат от народа Да Да Он кандидат от народа В каком-то смысле И поэтому народ Его приветствовал Он воин Он человек твердых убеждений Он был хулкиданитом Православным Да И это было известно Что он православный И он римлянин А не варвар И поэтому вот Конечно его приветствовали Его выбрали Очень были ему рады И как правитель Да Он тоже проявил себя Достаточно неплохо Именно потому что Он был человеком с убеждениями Человеком принципиальным А еще потому что За его спиной стоял Очень талантливый Молодой родственник Вот Дело в том что с собой Он когда перебрался в Константинополь Достиг достаточно высокого воинского звания Стал условно говоря Полковником Да Вот Он перебрался в Константинополь И к нему Из провинции Из вот этой самой Даки Северной Македонии Прислал его младший брат Прислал к нему Своего сына Вот Племянника соответственно Юстиину Петра Саватия Его звали Петр Саватий Вот Петр был его собственным имем Саватий был его отец То есть он был Петр Саватич Так сказать Вот И прислал он этого самого племянника Племянника этого дяди Юстин усыновил И с усыновлением Петр Саватий стал соответственно Юстинианом То есть Человеком которого усыновил Юстин Вот Дядя не жалел денег Дядя давал Значит обеспечив ему все возможности для образования Потом дядя вообще стал императором И у Юстиниана появилась масса возможностей Вот Племянник выучился философии Вот Племянник не то что умел писать и подписывать свое имя Он свободнейшим образом писал и на греческом и на латыни Интересовался богословием Интересовался философией И когда дядя стал императором Юстиниан стал его советником по международным делам И по вопросам богословским, философским и религиозным То есть в каком-то смысле дядя обеспечивал управление Вот так скажем Внешней стороной империи Вот да вот Практической ее деятельностью Там финансами Войной и так далее Вот А талантливый племянник обеспечивал смыслы Которыми империя должна была руководствоваться Вот это я понимаю вложение в кадры Да Безусловно Хочешь хорошего зама по идеологии Воспитай его сам А лучше усыновим Да Так хотя бы извините, что перебью Так если ты усыновил То он твой ребенок Можно хотя бы ремень использовать Если накосячит Важный вопрос Я здесь спойлер расскажу Усыновление Напомню Это лучший способ назначения преемников Да То есть фактически он не просто усыновил Он обозначил ему возможности Стать следующим императором Чем-то благополучно и воспользовался Потом все Вот И соответственно Юстиниан Фактически управлял Значительной частью политики империи Вот Очень характерно Есть переписка императора Юстина С папами римскими Да В это время папа римский Еще часть В общем православной церкви Да И долго еще Часть единого пространства В общем благодаря Юстиниану Во многом еще долго будут Об этом я думаю еще скажем чуть-чуть Вот И Вот Собственно всю переписку с папами Юстин ведет У него огромная переписка с папами Очень красноречивые Очень красивые письма И совершенно понятно Что Не умевший подписывать Своё имя Простой как мычание Простой как палка Вот Значит Полковник Юстин Конечно же Не мог Писать таких потрясающих Красноречивых И богословски насыщенных писем Мы все прекрасно понимаем Кто их писал А вот Можно Немножечко Рассказать О Не менее Выдающемся Человеке Безусловно О Актрисы Это действительно Так И В это время Актриса Это не то что сейчас Это профессия В общем-то Презренная Потому что Театр Вот в этот момент В шестом веке Это важно учитывать Это не театр Классической античности То есть Это не Они не ставят там Трагедии Скилл и Сафокла Или какие-то Современные там пьесы Театр в этот момент Это нечто среднее Между Камеди-клабом И Девяносто пятым кварталом Осуждаем Девяносто пятый квартал О Девяносто пятый квартал Вот Значит Это нечто среднее Между этими Двумя Вещами И поэтому Актрисы в нем Это скорее Вот Да Такие Девицы Которые танцуют Там И что-то такое Показывают Кабаре Да Кабаре Кабаре с элементами стендапа Да Кабаре с элементами стендапа То есть Это как в сериале Рим Показывали Вот это вот Что-то вот С такими Странными Видимо да Что-то в этом роде В это время Это ну Презренная профессия Действительно Презренная Потому что Это обычно Женщина С пониженным уровнем Социальной ответственности В общем Другое дело Что Прокопий В тайной истории Описывает это В абсолютно Порнографическом ключе И наверное Это не совсем справедливо Потому что Прокопий Во-первых Сгущает краски А во-вторых Ну просто да Если вы хотите Написать плохо О женщине Которая когда-то Была актрисой Вы конечно Сочините самые Непристойные Подробности Какие вы можете Сочинить И вот вы дадите Это за чистую монету И откуда он мог знать Чем она занималась Когда она была В каком-то провинциальном театре Да О чем я и говорю Что как бы Там он это описывает Настолько подробно Что никак он этого знать Физически не мог Потому что Ни от кого он этого узнать Просто не было возможности Там ужасы Не знаю Наудлифанс регистрацию имела Да Хуже Там все намного хуже Вот Это интересная книжка Тайная история Вот Верить ей только не надо Да Вот К любому Историческому источнику Не надо его воспринимать Именно за чистую монету Да Но просто Тут как бы еще жанр такой Это псогус Псогус не надо воспринимать Серьез Потому что псогус Он направлен на то Чтобы сказать Как можно больше гадости О своем понятии Кстати Вот многие забывают Об этой вещи То есть например Литовский Этот господи Ливонская реформа Рифмованная хроника Например То же самое Оно вот тоже Оно создано не с целью А рассказать о каких-то Скажем так Событиях Которые были Именно без пристраста Это было сделано Ливонцами Для ливонцев Для того чтобы вызывать Ненависть К его врагам Ордена И соответственно Государства Ну вот Да Как-то так Вот И поэтому Относиться к этому Нужно соответствующе Особенно более критически Вот Но известно Что она в какой-то момент Впоследствии Она раскаялась В своем Вот этом Скверном образе жизни Вот Во многом благодаря Как раз Монофизитам Надо сказать Монофизитским подвижникам Монофизитским аскетам Из Египта Они произвели на нее Большое впечатление Она раскаялась Изменила свою жизнь В значительной степени Вот И жила в Константинополе Уже Ну так скажем Вела примерный Скажем так Образ жизни А чем она занималась В этом времени Ну видимо Какой-то швеей Или чем-то таким Вот То есть она оставила Профессию до знакомства С Юстинианом Да-да-да Она оставила профессию До знакомства с Юстинианом Вот под воздействием Общения с Вот этими Вот этими Египетскими подвижниками Вот Не православными Надо сказать Вот И Дальше Юстиниан ее каким-то образом Встречает Мы не знаем Подробно это не описано То есть это пространство Для художественного вымысла В Анапе Вот А ты здесь отдыхаешь Юстиниан Влюбился в нее сразу Видимо И влюбился бесповоротно Окончательно И на всю жизнь То есть В дальнейшем Да вот мы знаем Что он ее любил Совершенно невероятным образом Вот Ну чтобы так Вот самый простой пример Когда она умерла Он построил Монастырь Святой Екатерины На Синае Вот В ее честь В ее память Как вот Памятник Ее Чтобы за нее там молились Вот Чтобы ее поминали Вот так сказать До скончания века И это потрясающий храм Если кто-то был Один из крупнейших монастырей Один из крупнейших монастырей Во-вторых Это самый может быть Древний непрерывно существующий Монастырь В который существует Вон православной церкви У меня такое ощущение Что древнее ничего просто и нет Вот Там потрясающие мозаики Там все совершенно удивительное Там невероятное хранилище рукописи Икон Ну Синайский кодекс Древнейший полный кодекс Библии Хранится там Синайский спас Сейчас древнейшая Икона Спасителя Вот такого Классического иконографического типа Тоже оттуда То есть в общем да Это потрясающее совершенно место И оно было построено потому Что Юсниан очень любил Феодору И вот И хотел чтобы за нее молились До скончания века И в общем так и молятся До скончания века Еще пока не наступило Но монастырь есть Стоит Вот Юсниан любил ее невероятно И очень ценил ее Не только как бы Как вот Как жену Да Как вот возлюбленную Ценил он ее И как товарища Как вот Друга Она была его Действительно во многом Соправительницей Во многих законах Юсниана Вот есть характерная формула Которая там встречается Значит Мы обдумали все это Тщательнейшим образом И посоветовались Богоданной Супругой нашей Богоданная Это отсылка ее имени Феодора Богом данная Это наше общее решение Да Это наше общее решение И потом Впоследствии Уже когда Феодора умерла Юсниан в своих законах Будет писать И этот закон Я издаю в память О моей богоданной Супруге То есть пока она Была жива Он советовался с ней Когда она Скончалась Видимо он каждый раз Когда обдумывал Новый закон Новое постановление Новое распоряжение Он думал А что бы В этой ситуации Сказал Феодора То есть это вот Был такой Творческий союз Очень важный Вот Правда Жениться на ней Он изначально не мог То есть влюбиться То он в нее влюбился А жениться ему на ней Было нельзя Потому что он Был причислен к Сенаторскому сословию Как племянник императора А лица сенаторского сословия Не имели права Жениться на актрисах И даже на бывших актрисах И тогда Юсниан долго И занудно Уговаривал дядю Разрешить ему Это сделать И издать закон Который разрешит Сенаторам Жениться на бывших актрисах Против этого Очень выступала Жена Юстина Которая была такая Очень добропорядочная Женщина Ей это все очень не нравилось Мне это Феодора Не нравится Она нашего мальчика До беды доведет Да Она нашего мальчика До беды доведет Совершенно верно Демонное физитство Да Но в итоге Юстиниан поддался На уговоры Вот Юстиниан И издал этот закон Впоследствии Когда Юстиниан Будет императором Он издаст еще ряд законов Которые будут с этим связаны Вот Потому что Да Когда Юстиниан Уже будет императором Влияние Феодоры На вот эти законы Будет выражаться В том Что будут изданы законы Которые Будут запрещать Удерживать женщин Которые хотят покинуть театр И начать вести Добропорядочную жизнь Она проведет Ряд реформ Которые будут направлены На то Чтобы дать возможность Женщинам Которые занимались проституцией Выйти из этой профессии Например Да Будет Правило Которое будет приписывать Женщинам Которые хотят покинуть Публичные дома Выдавать им деньги Для того Чтобы они могли начать Честную жизнь Ну это база Небось Были удержатели бизнеса Какие-то Скажем так Недовольства Конечно были Но дело в том Что вы не очень можете Спорить с Юстинианом И Феодорой Вот А потом будет момент Когда Феодора Просто волевым решением Закроет все публичные дома В Константинополе Вот Всех Их насельниц Скажем так Выкупит Вот Построит для них Передаст Вернее Им Под монастырь Для их исправления Один из дворцов Целиком Просто откажется От своего дворца Переделает его под монастырь И туда переселятся Вот Да Те публичные женщины Которые уже не могли Вернуться в общество Вот Они будут жить там В этом монастыре Вот Точно так же По инициативе Феодоры Видимо Юстиниан издаст закон Согласно которому Будет караться Смертной казнью Похищение женщины С целью насилия Даже рабыни То есть Вы не можете похищать рабынь Вот Вас все равно За это казнят Извините А рабство там уже Какое было Собственно Классическое рабство Когда человек Именно инструмент Живой Или патриархально Где Это классическое Римское рабство То есть Настолько серьезную реформу Да То есть Это все очень Я повторюсь Это очень серьезно Потом Тот же Юстиниан Видимо тоже Под действием Феодора Издаст закон Который будет запрещать Маленьких девочек Передавать В публичные дома Вот И даже более того Поскольку Там скажем Рабыни Все равно Как бы Использовались В этом качестве Господами Юстиниан Феодорой Будет издан закон Который запрещает Считать подкинутых детей Рабами Потому что До этого момента Подкинутый ребенок Если его подкидывали В какую-то семью То Вот Глава этого семейства Имел право Записать его В свои рабы Вот Юстиниана Феодора Издаст закон Который запрещает Это делать Если вам подкинули Ребенка И вы его подобрали Вы обязаны считать Его свободно рожденным Вы можете не считать Его членом семьи Но вы не имеете Право сделать его Своим рабом И это естественно Важно для девочек Потому что подкидывали Больше девочек Чем мальчиков Ну понятно Девочка это обуза Мальчик это Понятно Будущие рабочие руки Девочка во многом Может быть обузой И поэтому Большую часть Вот этих самых Насельниц публичных домов Или рабынь Которые используются В этом качестве Они были естественно Девочки подкидыши Вот Юстина Феодора Перекрыли эту лазейку Как бы полностью Ну вот И поэтому понятно Почему нужно было Строить монастырь Потому что Люди которые находились С младенческого возраста Именно в такой атмосфере Именно в таком окружении Они не могут вернуться В нормальное общество Потому что Ну хорошо Но прекратят они Как бы попытаются Они заезд Простят А куда они пойдут Они больше ничем другим заниматься Не занимались никогда В своей жизни А по поводу рабства Небольшое отступление Для того чтобы наши зрители понимали Рабство Скажем так Имелось Несколько разновидностей В Византии Было так называемое Ну грубо говоря Классическое рабство Когда человек Вот именно раб Считался просто-напросто Живым инструментом К нему даже не относились Как к человеку То есть Если Что например Делали в советские времена Если телевизор плохо работал Вот По нему били Вот то же самое было Примерно и с рабом И скажем так Такая ситуация Что Хозяин убил Своего раба Это то же самое Что если вот возьму Например я сгоряча Разобью телефон Вас это конечно сильно удивит Но видимо человек Может себе позволить Это сделать Ну вот В такой ситуации Это потом уже Скажем так Что на территории Вот в ранней средней территории Например Скандинавии Или на том же самом Руси Тот же самый раб Тот же самый холоп Он считался как Младший член семьи У него даже Оружие было Вот И обращаться так с ним Ну особо-то не получится Я расскажу даже Другую интересную историю Собственно говоря Такое же патриархальное рабство Было и на Ближнем Востоке Когда мы Видим выражение Раб Божий Имелось в виду Именно Подобное Патриархальное рабство А не Инструкция Да А раб Как член семьи Пусть даже младший В случае Если Не было наследника Исчисла детей Мог претендовать На наследование Соответственно В каком-то смысле Рабом было быть Выгоднее Чем свободно Нанятым Потому что Тебя не уволят Как Как все сразу Новыми красками Это заиграло Вот Да И вот В этой Во всей этой системе Да Которая существовала Именно с рабом Как говорящим орудием Да Оно Вот Вот это самое В этой системе Такие принимаются законы Да Вот Юсинианом И Феодорой И да Конечно Понятно Что мы не всегда Можем быть уверены Да В каком случае Юсиниан сам до этого Додумался Потому что он был человек Очень Большого благочестия Вот Гловокой религиозности Скажем так Как мы бы сейчас сказали Поэтому какие-то вещи Его смущали Просто как Как христианина Да Вот его как христианина Не устраивало То что Раб это там Говорящий инструмент Или там Просто там Проституция Блуд Это его не устраивало Просто как христианина Но очевидно Что конечно Такое внимание К этой области Связано было с тем Что его жена Она это видела Все на своем опыте Ей это не понравилось Она от всего этого ушла И она хотела дать Женщинам возможность Из этого выбираться То есть Феодора Это в некотором смысле Феминистка здорового человека Скажем Ну тут даже Не то чтобы Феминистка здорового человека Как говорится Прежде чем осуждать человека Пройди там Пять километров Его обуви Она как бы Как бывшая актриса Которая знает В том как подрабатывали Актрисы Она извините Поела там Полного ведра И она знает как это И наверное хотела Чтобы у других Было больше возможности Как можно раньше Уйти из этой грязи Вот И тут интересно Что Ну да Чтобы так сказать Вот Дополнить образ Феодоры В принципе Обычно Вот особенно В европейской историографии Она скорее Отрицательный персонаж Связано это Ну подчасти С католической Церковной традицией Да потому что Для запада Для римских пап Для римских епископов Феодора была всегда Отрицательным персонажем Потому что она там Всячески интриговала Против римских пап Того времени Поэтому ее традиционно Католическая церковная Историография Не любит Она там Отрицательный персонаж Веснян так Вот нейтрально А Феодора прям Совсем отрицательная Вот Это с одной стороны С другой стороны тайная история Прокопия изображает Феодору в негативном свете, да, понятно, вот. Но, ну и вообще там, как интриганку ещё, да, как вот там описывается, какая она там была самовлюблённая, как она там в ванной принимала по 4 часа, а у неё люди в приёмной стояли, ждали её, а она там всё это время кремом себя мазать продолжала. Вот. Всё это может быть отчасти и так. То есть, конечно, Прокопий не мог целиком это всё придумать, он усугублял существующие картины. Но важно понимать, что при этом да, она была человеком, который сделал для бесправных, для униженных, вот, для вот этих несчастных женщин, для этих несчастных девочек, для вот самых несчастных и бесправных людей очень много. Настолько много, что вот в современном европейском праве очень многие нормы, касающиеся положения женщин, вырастают из вот инициативы этой выдающейся женщины, на самом-то деле. Важный поворотный этап, который нужно здесь, наверное, вспомнить, это то, с чего начиналось, не сразу уже началось, но важно было в начале правления Юстиниана, то, через за что они прошли вместе с Феодорой, это восстание Ника. Только, наверное, Ника. Ника. Ника, да, потому что Ника, ну, Ника это победа, да, но Ника это побеждай, это оле-оле-оле, Россия вперёд. Вот, то есть, восстание Ника, это не восстание победа, это восстание побеждай, это восстание оле-оле-оле. Ника, это то, что кричали болельщики на стадионах. В Константинополе было четыре команды спортивных болельщиков. Две из них были главные, две второстепенные. Ну, знаете, как это обычно бывает. Вот есть реальные команды, а есть, так скажем, те, которые просто места в турнире таблицы должны занимать. Ну, кого-то должен там побеждать лидер. Эти команды тоже были связаны и с политическими спорами, и с религиозными спорами того времени. Команды эти были белые, красные, синие и зелёные. Белые и красные были второстепенными. Вот у нас в истории не так, а вот в Византии были белые, красные и второстепенные. А синие и зелёные это были две главные команды, важнейшие. Прасины и Венеды. То есть при этом это были и спортивные болельщики, так и ещё это и были спортивные болельщики из тех людей, которые могли влиять как на политическую жизнь, так и на религиозную жизнь. Потому что, ну, во-первых... То есть это футбольные клубы ультра на максималках. Да, но, как вы понимаете, если у вас императоры выбирают кричалками на стадионах, а кричать на стадионах лучше всего умеют болельщики, то, конечно же, болельщики будут оказать очень большое влияние. Плюс к тому, это главное событие общественной жизни, вот эти спортивные игры. У вас мало видов спорта. Колесничная бега — основной вид спорта. Собственно, болельщики — это были колесничные болельщики. Вот. Соревнования сопровождаются выступлениями тех самых актрис и актёров. Вот этих там шутеечек, да, многочисленных танцев и всё такое прочее. Вот. Выступлениями там каких-то дрессировщиков, ещё чего-то, да. То есть спортивные состязания вот этих колесничных бега — это событие на целый день, если даже и, может быть, не на один день. Вот. Важнейшее. И, конечно, все жители столицы ходят это смотреть. Потому что развлекательного зрелища, другого и не так много. Ну, то есть есть какие-то ещё вещи, которые вы можете посмотреть, но это, конечно, главное событие. Кина-то нет, обычного театра тоже нет, других видов спорта тоже почти нет. Поэтому, конечно, вы ходите смотреть эти самые колесничные бега. И вот одна из этих партий выступает за монофизитов, вторая за холкиданитов. Одна из... Ну, условно, да. Одна из партий за аристократов, вторая партия за мелких землевладельцев. То есть это были партии, связанные тесно с богословием и с политикой своего времени. Но самая большая проблема с футбольными фанатами в том, что, конечно, они друг друга ненавидят. У них, конечно, там бывают вспышки жестокости. Они, конечно, убивают друг друга и бьют друг другу морды. Ну, потому что надо... Ну, бить морды-то это еще куда не шло. От аргументов, если кто не знает, аргументы на фанатском языке это всякие вот именно ломики, бутылки, кастеты и так далее. От них нужно отказываться, как пелось в одной песне. Но самое... Там не отказывались. Там ведь были боевые отряды, которые ходили по городу, да, специально под... Как-то называлось это даже, вот какое-то слово было. Да, я его тоже не помню. Вот, которые еще в своей одежде косили под варваров, чтобы наводить побольше, так сказать, они занимались, у них был спорт, они изучали бой. То есть это были вполне боеспособные подразделения в качестве аргументов и у Прасенов, и у Венедов. Насилие осуждаем, а вы говорите, что была вот именно цветовая дифференциация. То есть они себя еще как-то помечали? Да-да, но у них была зеленая и синяя, соответственно, форма. Ну еще была белая и красная, но белая и красная, повторюсь, это были второстепенные. Ну это, как это, не особо значительные клубы. Да, не особо значительные клубы. Есть фавориты, которые постоянно на устах, а есть вот такие. Вот, и вот дальше интересный момент. Как вы знаете, самое страшное с любыми футбольными фанатами, мы это помним по событиям, там вот, недавнего прошлого даже у нас, в общем, там лет 10-15 были большие с этим проблемы, да. Вот, когда что-то затрагивает их всех одновременно. В частности, да, собственно, при Юстиниане был такой эпизод, когда из-за беспорядков на улицах были схвачены зачинщики с обеих сторон, и от Прасинов, и от Венедов. И дальше тут вот, собственно, власть в лице Юстиниана пошла на определенное нарушение негласно существующих правил. Правила стояли в том, что ходатайства этих самых партий болельщиков должны были удовлетворяться. Если партия целиком обращается к императору с ходатайством, император должен пойти навстречу желаниям клуба, скажем так. Вот если целиком Прасины, скажем, попросят за кого-нибудь, то император должен этого человека помиловать. То есть формально он этого делать не обязан, но вот по понятиям он должен это сделать. Вот, и тут к императору обратились с прошением из той и с другой стороны болельщики с просьбой, значит, не совершать, не пресекать, так сказать, не вешать вот зачинщиков спора. Причем публично обратились во время соревнований. Да, да, да. Собственно, вот это вот те самые кричалки, которые обязаны императору выслушивать. И тут еще один важный момент. По закону, по закону императора Константинов был обязан их выслушать. Он мог, да, мог принять другое решение формально, но по сути даже этого он сделать тоже не мог, потому что надо было по понятиям пощадить, помиловать. Но тут император не пошел навстречу их желаниям. И, соответственно, наказал зачинщиков беспорядков предельно жестоким способом. И это вызвало бурю возмущения среди вот этих самых фанатов, потому что получилось, что задели и тех, и других, задели обе команды, фанаты всех клубов объединились. И с вот этими сами своими фирменными стадионовскими кричалками «Ника, побеждай, оле-оле-оле», «Просины, вперед», они пошли громить улицы. И постепенно с уличного погрома футбольных, простите, колесничных фанатов это начало перерастать в огромное всеконстантинопольское восстание, которое спровождалось поджогом домов, разорением улиц и так далее. Прямо в России 90-е, когда там тоже футбольные фанаты устраивали... Это незапоставимо. Насколько я понимаю, они просто сожгли весь Константинополь. Весь Константинополь. Понял. В процессе бунта начался пожар и в пожаре сгорел он, вот чтобы было понятно, сгорел Кафедральный собор Константинополя, собор Святой Софии, старый, не вот нынешний, который мы сейчас можем видеть, сгорел старый собор Святой Софии. Представляете, какой должен быть пожар, чтобы сгорел главный храм, построенный Константином Великим? Каменный. Каменный. Это сейчас очень плохое сравнение, так как если бы сейчас, не знаю, ЦСКА проиграл и сгорел бы, не знаю, Храм Христа Спасителя. Да, 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 вот что-то вот такое. Это фантазия, ребят, я это осуждаю, нет, я этого не хочу. Да, если бы сгорело все в пределах бульварного кольца. Да, масштаб примерно такой. Вот, более того, в процессе этого, значит, буйства, они, центром, конечно, всего этого возмущения был ипподром, они, естественно, это был, так сказать, штаб-квартира, вот, и постепенно в императорской ложе на ипподроме, на ипподроме была специальная императорская ложа, вот, они решили, что они провозгласят себе нового императора. Раз императора провозглашают на ипподроме, то они, они же на ипподроме, они могут провозгласить себе нового императора. Они отыскали племянников одного из предыдущих государей, кажется, Анастасия, вот, и решили провозгласить императорами их. Они, в общем-то, этого очень не хотели, они отпирались, они пытались сказать, что они не хотят быть императорами, ну, потому что они, в общем, догадывались, что может это все плохо кончиться, Но это не помогло, и толпа провозгласила их императорами. В этот момент в императорском дворце, в большом императорском дворце настроения были самые панические, потому что, представляете, город охвачен возмущенными фанатами, город горит, у императора очень мало войск, потому что большая часть армии находится за пределами, она находится на восточной границе, они воюют еще с перцами в этот момент, они воюют на севере с племенами, которые приходят на Балканы. В общем, они заняты армией. Но в Константинополе находится Велизарий, главный полководец Юстиниана, в этот момент он еще не настолько прославленный, но уже заслужил большой авторитет победами на Востоке. И, ну, небольшой, скажем так, гвардейский корпус Велизария, который вот при нем. Но Юстиниан в панике. Юстиниан, он вообще не любил насилие сам лично, то есть он был способен вести войны, но дистанционно. Он сам лично Константинополь покидал очень редко, никогда не командовал войсками, и лично сам, ну, скажем так, не был способен взять в руки меч и драться. Это вот абсолютно было не в его характере. Современненькие описывают, что у него были мягкие руки очень, вот, то есть, ну, довольно был пухленький немножко, вот, то есть не было вот в нем такого вот воинского. И он собирался погрузить имущество на корабль и отплыть из Константинополя, бежать. Ну, не совсем бежать, бежать в одну из провинций, оттуда там собрать войска и пойти на Константинополь, отвоевать его обратно, ну, в общем, да, как бы... Но это было бы не факт. Да, это было бы не факт, конечно. Пал бы то других. Вот, ну, и была бы гражданская война, была бы гражданская война, вот, и мало ли чем бы это закончилось. И в этот момент, вот, да, как бы традиционный нарратив такой, что когда он уже собирался, когда он уже собирался грузить вещи, Феодора, которая присутствовала на этом заседании Государственного Совета, до этого момента она там обычно не бывала, но тут вот в силу обстоятельств она присутствовала. Она сказала, что я предпочту умереть, но не дожить до того дня, когда люди в виде меня не будут называть меня госпожой, государыней, императрицей. Вот, ты можешь думать все, что угодно, но нет ничего более позорного, чем быть императором и перестать им быть. Вот, нет лучше савана, чем царская парфира, поэтому если ты как хочешь, а я остаюсь здесь и умираю здесь, как государь. Юсняну, конечно, стало стыдно, вот, что женщина проявила большее присутствие духа, чем он, вот, и он отдал приказ Велизарию подавить мятеж любой ценой. Вот, и тут надо сказать, что здесь, конечно, стало видно, чем отличается армия от вооруженной толпы, даже от самой хорошо вооруженной, самой мотивированной толпы. Вот, это известная история о том, что Велизари провел свои войска, вот, да, этих подготовленных, высоко мотивированных людей, подвел их к ипподрому по улицам города. Их было немного, это был небольшой отряд, если бы он повел армию, то, ну, там, тысячи человек, то была бы битва стенка на стенку, и, может быть, фанаты бы задавили их числом. Ну, что сделал Велизарию? Он подвел небольшой отряд на ипподром, по тайным проходам поднял свою императорскую ложу, вот, и отдал приказ рубить толпу направо и налево. Вот, это было действительно, ну, в общем, решением очень жестким, потому что было понятно, что будут многие тысячи жертв, причем людей, кто и даже могли непосредственно в восстании не участвовать, а просто собрались на ипподроме, потому что все на ипподроме. Вот, но расчет Велизари был на том, что он вызовет панику, давку и тем самым подавит восстание. И так оно и получилось. Началась паника, началась давка, потому что, да, солдаты убивают во все стороны, непонятно, что происходит. Толпа начинает разбегаться, толпа начинает, люди начинают убивать друг друга, подозревая друг друга в том, что это они виноваты. Начинается невероятная бойня, и в течение дня солдаты Велизари, вот, ходили по улицам, так сказать, провоцировали панику, убивали людей. Погибло несколько тысяч человек, ну, то есть, там, историки пишут, что несколько десятков тысяч, конечно, цифра завышенная, скорее всего, но потери были страшные в любом случае, еще больше людей было задавлено в процессе паники. Плюс, там, в городе пожар, то есть, люди сгорают, вот, пожар еще усиливается, мародеры там какие-то и так далее. Вот, но к концу дня мятеж был подавлен. То есть, просто всех убили. Вот, Константинополь значительно обезлюдил, Константинополь выгорел, но и Юсниан остался императором. Вот, несмотря на, вот, повторюсь, вот такие чудовищные человеческие жертвы, которые это все повлекло до сего, одни трупы выгребали на протяжении нескольких дней впоследствии после этого. Но, вот, да, и потом, тем самым Юсниан, конечно, убедился в том, что он может доверять Велизарию самые ответственные поручения, потому что, вот, Велизарий спас его трон. Вот, а Феодора стала постоянным членом Государственного Совета. Вот, на самом деле, я просто вот вас слушаю. Я, историю Византии, ну, скажем так, на ту лопату, при помощи которой нужно копать источники, я даже сейчас, по сути, и не смотрел. Но, вот, вы сейчас рассказываете, я все больше убеждаю, что, блин, ничто не новое под луной. По поводу разгона в футбольных фанатах мне вспоминается, опять-таки, большая база видео, которая была показана в Криминальной России, когда Краповый берет, там, в количестве многократно, там, меньшим, чем огромная толпа футбольных фанатов буквально подавлял действия футбольных фанатов. Ну, а с другой ситуацией, это, опять-таки, пример, что такое профессиональное, мотивированное войско против, хоть и численно преимущественно, но все-таки непрофессионалов. Просто была такая ситуация, когда человек имеет определенную большую аудиторию, большую аудиторию, но не обладает определенным знанием контекста и так далее, может говорить, при всем уважении к его творчеству и так далее, может говорить фигню. В общем, была такая вещь, которая у нас среди историков, у нас очень сильно, скажем так, если говорить цензурным словом, обескуражила. Это классический мем про крестьянина с копьем, тренированного две недели для убийства рыцаря. Ну, вот, мол, средневековый человек был глуп, потому что мог кто-то так сильно сэкономить, а не воспитывать рыцаря, которые там с детства как раз-таки занимаются всем этим необходимым. Просто сложно, наверное, объяснить человеку то, что профессиональный солдат, который именно является носителем бесценнейшего опыта боевых действий у себя, именно в контексте той войны, того театра военных действий, который есть, он невероятно сильнее и бесценнее, чем обезумевший, скажем так, вот именно фанат колесничьих, или как это было, например, в битве при Висбю, где шведских бондов с острова Готланд подавляли войска короля. Короля, как бы люди, которые имеют выучку, а тут бонды, у которых, да, есть доспехи, там, дедовские оружия и все остальное, но которые вместо того, чтобы заниматься и получать тот самый бесценный опыт, они землей своей занимались. И вот просто до сих пор люди не понимают, что человек Средневековья от современного ничем не отличается. Вот. Я тоже должен здесь пламенный спич произнести небольшой, потому что кто-то должен за этим столом пролоббировать второго выдающегося сподвижника Юстиниана, это Нарсесса. Потому что помимо того, что прекрасно себя проявили войска, еще прекрасно себя проявил министр финансов, который, рискуя собственной жизнью, сделал то, что мог. Он проник, по некоторым данным, в ложу руководителей одной из партий, я, правда, не помню какой, и, зная, что его могут убить, он добрался до туда и просто дал взятки руководителям одной из партий, чтобы те ушли, тем самым численно сократив, во-первых, количество противников, а, во-вторых, введя сильный разброд в управлении. Вот. Поэтому, когда мы говорим об эпохе Юстиниана, фактически Феодора, Велизарий, величайший полководец своего времени, и Нарсесс, как один и тоже будущий полководец. А в то время прекрасный управленец. Я бы еще вообще сказал, я бы сказал даже шире, что не только ведь это. У Юстиниана были прекрасные правоведы, которые составляли для него Юстиниановский кодекс, вот этот потрясающий свод законов, в котором он свел, систематизировал все предыдущие законодательные постановления, этот кодекс, который стал впоследствии основой для кодекса Наполеона, да, то есть для основы всего современного европейского права. Вы вдумайтесь, европейское современное право восходит через кодекс Наполеона к кодексу Юстиниана. И это команда правоведов, которую Юсинян собрал и дал им приказ составить этот свод законов И это и налоговая реформа, которую тоже при нем проводили, и тоже проводили блестяще То есть, ну, для людей это, конечно, было тяжело, потому что их обдирали этими налогами очень сильно Но для государства это была огромная выгода Ну и, конечно же, архитекторы, о которых мы сейчас поговорим, я думаю Да, короля делает свиты, это прекрасный пример У него была отличная команда прекрасных профессионалов и Прокопий Кисарийский Да, и Прокопий Кисарийский Который потом написал нелицеприятный текст по непонятным причинам Да, но тут нужно сказать, что вообще, в принципе, вот этот дар подбирать людей Это, конечно, главная центральная особенность Юсиняна Но еще при этом он, конечно, во все старался вникать сам Вот характерный пример, мы сейчас, я думаю, можем сказать несколько слов, мы сказали о восстании Итогом восстания стал большой проект Юсиняна по отстраиванию Константинополя Вот, он строит новый собор Святой Софии Новый собор Святой Софии, это, конечно, тот, который мы сейчас с вами вот можем видеть Он сейчас... Символ Константинополя, символ Византии И более того, не только символ Константинополя и символ Византии Да, мы понимаем, что настолько огромное впечатление это произвело на турок В частности, кто и заняли потом Константинополь Что все последующие большие османские мечети Все так или иначе воспроизводят форму Святой Софии Более того, последующая мусульманская архитектура Очень во многом наследует вот этим формам Заимствованным от Святой Софии Но вплоть до мечети сердца Чечни Которая тоже построена по близкому проекту Она тоже имеет... Ну и православная архитектура тоже во многом сохранилась До сих пор же, пытаются иногда возвращаться к этому Византийский, нео-византийский стиль Ну и сама по себе София, конечно, производит впечатление До сих пор есть у нее прийти Хотя и по 3000 лет, но вот она по-прежнему По-прежнему, конечно, потрясающая Вот, и Юстиниан, ведь У него был очень специфический распорядок дня Прокопий это как раз описывает Причем и в «Тайной истории» он тоже об этом пишет Что Юстиниан очень много работал Очень мало спал Он не спал по ночам Потому что днем ему люди мешали Поэтому он спал днем, а работал по ночам Я его хорошо понимаю Вот, но спал он тоже очень мало Он спал по 4-5 часов в день Вот, днем То есть он вот утром, значит, он работал всю ночь Вот, утром он некоторое время отдыхал Потом принимал людей У него были открытые приемные дни В которые к нему мог прийти кто угодно Включая просто человека с улицы Это Прокопий пишет, что В принципе, он был открыт для того, чтобы побеседовать Абсолютно с любым человеком То есть вы можете прийти к Юстиниану Если вы бродяга с улицы Вот, вас, конечно, будут обыскивать Вас долго будут мурыжать Но все-таки вы до него дойдете И с ним поговорите Вот, ну, другой, если вы плохо с ним поговорите С вами может случиться что-нибудь не то Но в целом поговорить можно Вот, но потом он спал 4 часа днем И вечером он снова начинал работать И вот уже работал, так сказать, до утра Он очень мало ел, опять же, да Он в основном какой-нибудь салатик ел Только вот ел он мало Вот, спал тоже мало А во время столицы Святой Софии Он не спал вообще практически никак Потому что обычно сон у него был дневной Но во время столицы Святой Софии Несколько лет Он посещал В то время, которое он обычно посещал дневному сну Он посещал строительную площадку Он приходил и инспектировал лично Ход строительства Более того, у него была система мотивирующих призов Там было несколько бригад рабочих И он каждый день отсматривал, что они построили И та бригада, которая лучше всего работала Получала от императора личные награды Чуть не каждый день Вот, то есть настолько он был активно в это вовлечен Обсуждал с архитекторами проект Обсуждал со строителями ход строительства И с этим связан замечательный анекдот о том, как Юстинян перехитрил ангела Знаете это? Нет Нет? Да, надо рассказывать Расскажите Такая история Значит, был какой-то то ли праздник Ну, почему не церковный, а, кажется, какой-то светский Вот, то ли что-то еще Но, в общем, судьба в том, что со стройки все строители ушли праздновать Значит, и оставили там одного мальчика Сына главы одной из артелей Который должен был присматривать за инструментами, за стройкой Чтобы никто ничего не украл Вот, и неожиданно мальчик этот увидел, как на стройку заходит мужчина в белой одежде Вот, и спрашивает его, юноша, скажи, почему не идет строительство храма божьего Почему, значит, вот строителей нет на месте И вот, юноша говорит, ну вот, все ушли, значит, вот обедать, все такое Вот, и этот муж, это был ангел, явившийся зримым образом Сказал, нет, это не годится Дело божье нельзя делать с пренебрежением Вот, беги быстрее, приведи всех, а пока тебя не будет, я посторожу Вот, мальчик побежал к отцу Рассказал отцу о том, что видел Отец быстро понял, что это ангел И побежал к императору Вот, который как раз в этот момент, значит, видимо, у него были приемные часы, что ли, да Прибежал к императору и сообщил ему об этом И Евстиниан, который тоже понял, что это ангел Понял, что это потрясающая возможность, кто ее нельзя упускать Ангел пообещал, что будет караулить собор Святой Софии до тех пор, пока мальчик не вернется Что нужно сделать? Чтобы мальчик никогда туда больше не возвращался Да, но тут надо отдать ее с ней на должное Он не утопил и не повесил мальчика Вот, а мог бы, добрый человек, а мог бы и расстрелять Вот, он дал ему и отцу много денег Это к этому моменту уже шли итальйские походы, уже отвоевывали Италию Вот, выдал отцу и мальчику очень много денег, велел переселяться, жить в Италию И никогда больше, ни при каких обстоятельствах не возвращаться в Константинополь Вот, и отец и мальчик переехали туда жить и остались жить в Италии Вот, а ангел остался сторожить собор Святой Софии И сторожил его по вот такому, ну дальше уже это все, конечно, легенда У этой легенды есть продолжение, окончание Вот, якобы этот ангел продолжал караулить собор Святой Софии Вплоть до ночи перед последним штурмом Константинополя, когда он улетел Вот, вот, посмотрел на униатскую, на то, как униаты служат в соборе Святой Софии И улетел оттуда Загрустил что-то такое Да, вот Черт с ним, с мальчиком А про то, как пал Константинополь У нас есть прекрасный выпуск, ищите его, пожалуйста Не забывайте подписываться и ставить лайки Прекрасный выпуск Вот, таким вот образом, да, то есть Юснян в этом очень активно участвовал И, в общем, программа столица шла по всей империи, но вот в Константинополе особенно Конечно, потрясающие вещи Вот, ну и, наверное, когда, коль скоро мы сказали о завоевании Италии Да, пора Вот, у Юсняна была мечта Юснян был человеком с мечтой То есть, вот, и Прокопий пытался представить его просто жадным человеком Который, вот, любил деньги, любил телесные наслаждения Хотя какие телесные наслаждения, ты спишь по 4 часа и питаешься одним салатом Вот, но на самом деле Юснян, конечно, был в каком-то смысле романтиком Человеком с обострённым чувством справедливости Он считал, что распад Римской империи – это несправедливо Что это никуда не годится Вот, и тот факт, что в Италии господствуют тостготы Его, конечно, совершенно не устраивал Вот, а в Северной Африке вообще вандалы Вот, тут было... Вандалы? 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 Нет, вандалы – это те, которые бьют бутылки в подъездах А варвары – вандалы... Сегодня день невероятных ударений Вот, это вандалы Ника, вандалы, как запомнить Да, тут, собственно, в чём состоит такая важная особенность Дело в том, что все эти варварские племена германцев Они в основном уже к этому моменту приняли христианство Они не были язычниками Но не были они православными христианами Они были арианами Да, то есть они не веровали, что Христос есть Бог истинный Вот, и даже что он сын Божий Они понимали это так, в очень условном смысле Об арианстве вы говорили с Ольгой Николаевной Афиногеном У нас есть этот прекрасный выпуск о, соответственно, Византии Краткая история Византии Обязательно вы можете найти его где-то вот здесь Ссылочку на него И там смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Вот, они были арианами И более того, вандалы были достаточно жёсткими арианами Они устраивали гонения на православные Закрывали православные храмы, казнили православных священников Верующих преследовали и так далее Связано это было, конечно, во многом с политической мотивацией Потому что православные воспринимались Как потенциальные агенты византийского, восточного, римского влияния Это с одной стороны Агенты Византии С одной стороны С другой стороны Лица с римской, скажем так, культурной идентичностью То есть латиноязычные Ходившие в римской одежде Исповедовавшие православную веру Это всё были связанные вещи И они воспринимались как потенциальные враги государства Как враги вот этого независимого вандальского государства Как враги королевства Остготов В общем, как враги Вот знаменитый боец и автор утешения философии Пострадал от Остготского короля Именно за то, что подозревался в провизантийских симпатиях Потому что он был православным Он был латиноязычным Он одевался как римлянин И поэтому он был подозрителен Он воспринимался как враг Да, как неправильный, неправильный христианин Вот, не ходящий в нашу правильную Остготскую церкву Вот И поэтому у Юстиниана была Так скажем, двойная мотивация в его действиях С одной стороны, как римский государь Как человек вот с... Как визионер в каком-то смысле Как человек с мечтой Как человек, который хочет восстановить историческую справедливость Он хотел, чтобы варвары, так сказать, не ходили по нашей римской земле Вот, а если ходили, то в качестве подчиненных И он очень мечтал восстановить Римскую империю Это была его мечта Ну, что такое у него... Он римский император, у него нет Рима Римской империи, в которой нет Рима Это что это такое? Это безобразие какое-то А с другой стороны, как христианин Он хотел избавить своих единоверцев от преследований И с третьей стороны И это тоже, наверное, важно Как римлянин, он хотел восстановить римского народа Да, так скажем Людей римской идентичности Это очень хорошо видно в истории воина Прокопия Прокопий пишет о том, что... Вот, да, он описывает жителей Италии, он говорит, что они были римляне И поэтому они и сами видели императора своим защитником И император воспринимал их как своих подданных Несмотря на то, что формально он им не обладал над ними реальной властью Вот, и поэтому Юстиниан в какой-то момент добивается мира с Персией на восточных границах И начинает вот этот свой великий поход Вот, Велизарий отправляется сначала в Северную Африку Очень быстро ее покоряет Это совершенно потрясающая операция в этом смысле С очень небольшим войском Велизарий высаживается в Северной Африке Побеждает, разбивает огромные армии вандалов Занимает очень большую территорию Потом в речающей битве под стенами Карфагена Разбивает все вандальское войско И тем самым королевство вандалов перестает существовать Вот, там устанавливается римское правление И, надо сказать, на долгое время это становится самая лучшая часть империи Такая витрина империи Там вдавливаются большие средства на восстановление после вандальского правления Вот, и там очень мирно Потому что это вот до пришествия арабов Это очень мирный, очень безопасный и очень надежный уголок империи На самом деле карфагенский экзархат И потом начинается Великая Готская война Велизарий высаживается в Италии И начинает войну в Италии Очень быстро, опять же, проходит через всю Италию Занимает Рим почти мгновенно Вот там буквально за очень краткие сроки Но дальше наступают проблемы Потому что армия, которую отправляет Юсниан Окрыленный вот этим предыдущим успехом Окрыленный уверенностью в силе римского оружия Она оказывается очень маленькой Это оказывается недостаточной силой То есть вообще империя обладала ресурсами для того, чтобы Быстро захватить королевство с Готов Но Юсниан настолько увлекся вот этим Как легко получилось занять Северную Африку Малой кровью, быстро, легко Он подумал, что в этот раз получится так же Плюс тому он надеялся на то, что римское население Италии Будет открывать ворота городов, будет свергать Готов Он надеялся на то, что какая-то часть Готов Может быть и сама перейдет на его сторону Вот, в общем у него было слишком много уверенности Головокружение от успехов Вот И после того, как они очень быстро Проскакивают через всю Италию и занимают Рим У Готов Находится сильный и отважный лидер Татила Вот, он собирает Готские войска И начинает с севера Италии И начинает двигаться снова на юг и отбивать у римлян территории И начинается страшная тяжелая война на истощение Многолетняя, потому что Вот быстро нужных войск не послали И дальше Юсня начинает подбрасывать новые силы в эту топку Этого, оказывается, достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию Но дальше они начинают долго, медленно и занудно отбивать друг у друга какие-то городки Разорять их, жечь Вот Местное римское население Кто сперва был очень рады Потому что вот пришли римляне Вот они все вернут Сейчас все будет как раньше При империи Потому что империя отпала за 50 лет только до этого Там люди еще, которые помнили империю еще есть Но Постепенно, когда вот эта война продолжается Один тот же город переходит пять раз из рук в руки Жители этого города на четвертый раз Уже в гробу они видали Что Готов, что Юстиняна с его римлянами Они больше всего хотят, чтобы их в покое оставили Но уже нет возможностей И все это продолжается очень страшно Очень мучительно В какие-то моменты будут попытки заключить мир Но Велизарий, скажем, будет в какой-то момент Он будет бояться Императорские послы будут пребывать в Италию И Велизарий будет больше всего бояться Что произойдет какое-то тайное соглашение с Готами За спиной у его армии Что там согласятся остановиться на полпути А мы тут десятки тысяч людей в эту землю положили И уже у самих солдат начинается Такой собственный солдатский интерес В том, чтобы отбить Италию В общем, это очень, так скажем Очень характерная картина Вот такой затяжной, очень тяжелой войны Которая изначально начиналась с политическими целями Но постепенно уже всякие политические цели утрачены А просто вот Но тем не менее передавили Да, но в итоге они все-таки передавили Передавили очень тяжело Началась вот момент Великая Юстиньянова чума Откуда ты из Африки приходит Великая Юстиньянова чума? Что-то есть сказать? Юстиньянова чума Вот как раз именно те свидетельства о чуме, которые есть Это одни из первых вот именно свидетельств пандемии И того, как делать не надо Насколько помню, там то ли гроб, то ли что перетаскивали Как раз таки то, что начали там подумали Что в нашем городе началась какая-то страшная болезнь А перетащим-ка мы, соответственно, источник данной болезни в другой город Там очень страшные вещи Люди умирали в огромном количестве И плюс тому, там как бы, ну то есть, изначально не догадались, так скажем, вести определенный локдаун Ну, карантинных мер не было Да, карантинных мер не было, потому что не было прецедентов настолько масштабной пандемии к этому моменту Вот, и поэтому до того момента, как начались серьезные карантинные меры, серьезные меры пресечения болезни Уже начали умирать люди сотнями и тысячами просто вот ежедневно Да, это, ну вот, Константинополь, это гигантский мегаполис, в котором было там больше полумиллиона человек Вот под миллион А состраняться начало очень быстро, не было понимания вообще, что это такое Когда начали это вводить, по-любому, небось, были те, кто нарушал карантинные меры Ну да, были, это самое, чума-диссиденты, которые не верили в чуму, осуждаем Вот, и в общем, в итоге, да, как бы, вымерло огромное количество людей И эта чума накрыла ведь Италию, разоренную войной Вот, и два войска, которые постоянно сталкивались, они передавали друг другу эту заразу, передавали ее людям То есть это было действительно чудовищно И в итоге передавить ситуацию удалось уже не Велизарию, не талантливому, яркому Велизари был очень красивый, очень отважный, там очень характерный Там есть истории про то, как он лично ездил брать Рим в какой-то из разов То есть он лично заскакал в Рим, он стрелял из лука прекрасно Вот, то есть он сам лично взял этот самый Рим, вот буквально чуть ли там не сам сотреблен всадников В итоге победу Византии в Италии доставил Нарцесс Тот самый бывший министр финансов, он был Евнух То есть, в общем-то, не настоящий мужчина, даже под понятием того времени То есть после красавца Велизария, знаете, вот борода, значит, вот лук, конь, значит, все такое Нарцесс, вот это он был толстенький такой, безбороденький, вот, знаете Низенький такой, да, его там впоследствии оскорбляли Какая-то, значит, родственница императора прислала ему прялку Чтобы намекнуть, что ты не мужчина, ты баба Вот, он был уже старый, к этому этому было за 70 лет Вот, но он, в общем, справедливо ответил этой самой юной девушке из императорской фамилии Что, может, я-то, конечно, и баба, но я для твоего родственника Италию завоевал Вот, а прялка — это вот, а ты даже прясть толком не умеешь Вот, и вот этот вот человек То есть даже здесь мужчина лучше, чем ты Да-да-да-да-да-да-да И вот он с вот этим вот, такой вот он, причем в войсках, как вы понимаете, после, повторюсь, да, потрясающе яркого Велизария Он особой популярностью изначально не пользовался Но потом они неожиданно увидели, как этот неяркий, бледный такой человек, вроде бы как Каким-то вот таким вот образом умудряется передавить вот этих готов с их пламенными, значит, чувствами, с их натиском Умудряется установить порядок на завоеванных территориях Он, собственно, выстроил систему византийского управления там по поручению Ясняна И неожиданным образом он смог, в общем-то, оказаться победителем и, в общем, отбить Италию Потом они еще даже высадятся в Испанию немножко, кусочек Испании отвоюют Но это, конечно, был уже заведомо проигрышный проект, потому что на Испанию ему уже сил не хватало Но вот здесь, я, наверное, немножко долго говорю, но ничего Тут надо сделать перемещение, есть такое прекрасное место в Италии, современное, как Равена Место, где сохранилась византийская архитектура, византийские мозаики И одна из мозаик изображает как раз Юстиниана с приближенными, думаю, можно будет показать Где есть и Велизари, и Нарсет, можно их оценить И есть такое мнение, что в мозаике есть скрытый посыл Якобы Юстиниан наступает на ногу Юстиниану И это отображает то, что под конец, почему Юстиниан начал его подозревать в заговоре Да-да-да-да-да Хотя, видимо, неоправданно Видимо, неоправданно, да, но просто сильно популярный полководец Юстиниан сам никогда не воевал, вот сидел себе в Константинополе Вот, у него был там талант организатора, все такое Но Юстиниан был, видимо, самолюбив То есть он умел подбирать талантливых коллег, талантливую команду Но главным условием участия в этой команде было, чтобы вы не становились публичными фигурами Вы будете иметь все, что вам нужно Вы получите деньги, власть, права, но не отсвечивайте в публичном плане Если человек становится публично слишком популярен, Юстиниан начинал ему завидовать Это правда, видимо Вот, и вот тут важный момент, на который редко обращают внимание Историки обычно пишут о том, что завоевания Юстиниана были перенапряжением силы империи Об этом мы много говорили в предыдущих выпусках Что империя вот тут перенапряглась Что Запад был не нужен, на самом-то деле Что нужно было сосредотачиваться на Востоке Лучше бы Юстиниан с такой энергией взял бы и разбил персов И занял бы территорию империи Сассанидов Было бы выгоднее для империи И действительно, может быть, это и было так Потому что в следующем поколении и финансов стало не хватать И плюс из-за чумы населения стало не хватать Было много сложностей с этим связанных И империя дальше вступит в полосу кризиса Это правда Но вот здесь мне бы хотелось сказать несколько слов Поскольку я занимаюсь церковной историей главным образом С точки зрения церковной истории Вот эти завоевания Юстиниана трудно переоценить Они играли огромную, совершенно невероятную роль Потому что римская церковь находилась к этому моменту 50 лет на территории варварских королевств И все эти 50 лет между Римом и Константинополем происходили расколы Формально, ну и даже содержательно, может быть, до какой-то степени Они были из-за веры Вот в Константинополе была политика религиозного компромисса В Риме папы были более принципиальными Более православными Более православными и более принципиальными Но важно понять, что эти расколы активно подогревались вот этой самой готской властью в Италии Готы, у них была своя арианская церковь Но они были очень заинтересованы в том, чтобы оторвать православных Италии от православных Востока Да, разделить их И нет никаких сомнений, что через несколько десятилетий такой активной планомерной работы это бы удалось Потому что им бы готам было важно отделить римлян Запада от римлян Востока Православных Запада от православных Востока То есть чтобы не было вот этого потенциального проримского элемента на территории государства Политика готизации, она бы рано или поздно достигла бы успеха И это очень важный момент Это с одной стороны То есть готы активно подогревали вот этот религиозный раскол С одной стороны И с другой стороны мы видим на примере государств варварских Запада Которые потом принимали православие Королевство Вестготов, Королевство Франков Они с Византией всегда были в очень напряженных отношениях Именно в религиозном плане И очень часто там решения богословские принимались на зло грекам Особенно при Карле Великом Многие богословские решения принимаются Греки верят так, мы будем верить иначе все равно во что На зло бабушки отморожу уши Да, на зло бабушки попаду в ад Простите И в этом смысле Юстиниан присоединив Италию Включив римских пап вот в эту систему империи Во многом оттянул раскол христианского мира на католиков и православных На запад и восток на несколько столетий Включив пап вот этот византийский мир Включив западное богословие в восточное Он же знал оба языка и активно использовал в богословском синтезе Вот, все это во многом определило ход последующей церковной истории И вот система устройства православной церкви Она во многом связана вот с этим Да, с тем, что вот как это устроилось при Юстиниане И во многом до тех пор, пока сохранилось византийское влияние в Италии Раскол не происходил Окончательный раскол происходит в 11 веке Именно тогда, когда византийцы полностью теряют влияние в Италии Когда теряется связь папства с Византией И это вот очень важный момент Его нельзя, мне кажется, недооценивают То есть его обычно недооценивают, а он очень важен, конечно История, конечно, западной цивилизации Могла бы просто не быть историей западной единой цивилизации Потому что она складывалась только, христианская цивилизация А могло возникнуть два совершенно разных направления уже тогда Да, да Важный взгляд То есть в этом смысле вот единство христианской культуры, которое у нас все-таки есть Да, православные католики – это разные церкви Но все-таки есть какое-то вот, ну, большое ощущение собственного единства У нас с какими-нибудь там эфиопами оно намного меньше Потому что с эфиопами остальное христианский мир разошелся в 4-5 веках Вот так могли бы разойтись в 5-6 веке и так, в общем, и не собираться А вот Юстиниан заложил вот это очень мощное единство этого пространства Которое и на нас очень влияет Мы как вот наследники в каком-то смысле Византии Мы наследуем вот этому юстиниановскому видению значительно Это важно и это обычно недооценивают историки, конечно Ну, здесь, конечно, надо вернуться к теме, с которой мы начали С главной проблемой своей эпохи Юстиниан стоял на православных позициях Его супруга и соправитель Феодора во многом поддерживали нафизитов И конфликт при нем продолжался Так что же там случилось? Чем увенчалось все-таки правление Юстиниана в религиозном плане? Раз уж мы об этом говорим Ну, да, вот помимо того, о чем мы сказали Помимо вот этого включения римских пап в систему Да, как бы общеправославную, скажем так, да Более плотное включение в каноническом плане Вот, помимо того, что при Юстиниане были приняты некоторые постановления Кто и ограничивали будущие папские амбиции Очень интересно, там, в некоторых конфликтах с папами Он добился того, что были приняты определенные постановления И признаны самими папами Кто и ограничивали их полномочия То есть, там, последующее средневековое папство Оно выступает против принципов, установленных при Юстиниане Но кроме этого, важнейшим его достижением Был пятый Вселенский собор То есть, вот Халкидонский был четвертый А это пятый Вот, это была попытка Богословским способом разрешить Споры между православными и монофизитами Делось это при помощи Именно богословских Богословского решения То есть, это не была попытка компромисса очередная Это была именно богословская попытка решения Было разработано большое, сложное Причем самим Юстинианом он писал очень много богословских трактатов Собственно, по ночам он работал над богословскими темами во многом Вот, было разработано более четкое, более ясное богословское объяснение того Как Бог стал человеком И центральной идеей была формула, которую, опять же, выразил сам Юстиниан Была формула Бог слова пострадал плотью Или один от троицы пострадал То есть, это была идея, что распятие Господа Иисуса Христа Это не просто страдание Какого-то божественного человека Это именно страдание Бога По плоти Это такая очень мощная, очень сильная Очень красивая идея Центральная, в общем-то, для христианства Это идея Бога, который пострадал за людей Вместе с людьми И вот для Юстиниана это была центральная мысль его богословия Он об этом очень много писал, очень много это обосновывал И, в частности, он добился посмертного осуждения богословов, которые эту формулу не устраивало То есть, они уже к этому моменту были покойные давным-давно Но Иисниан продавил их осуждение И тем самым он хотел показать монофизитам Что в православном учении не подвергается сомнению божественности Христа Что православные видят Христа Богом Более того, они видят его Богом пострадавшим И что любые обвинения против православия Они тем самым неуместны Правда, это все равно не произвело на них особого впечатления Они были упрямые ребята И все богословские синтезы Юстиниана не очень помогли Но для богословия церковного и для христианской мысли Это все, конечно, очень важно Потому что, да, вот эта центральная идея страдающего за людей Бога не просто, да, вот Азирис, например, там, умирающий, воскресающий Бог Или Дионис А это, ну, это просто боги из числа множества богов А это вот тот самый единый истинный Бог Вот, да, Всевышний и Абсолютный Вот он страдающий за людей Это была центральная И страдающий как человек И страдающий как человек, да Это вот центральная мысль этого юстиниановского богословия Она очень важная И, конечно, показывает его, да, вот С определенной стороны, да, вот Как бы, насколько это был человек тонкого благочестия При всех своих вот имперских замыслов При всем этом, вот он был Человеком, для которого, конечно, вера и благочестие были центральны Вот Но, правда, это все равно не помогло Но церковного мира все равно не стало Да, не стало Во многом не стало именно потому, что Как бы он, надеясь, богословским путем убедить монофизитов Он никак не ограничил их в их практической деятельности А Феодор так вообще им покровительствовал Вот Формально она, конечно, принимала Халкидонский собор У нее не было выхода Она была жена православного императора Но сочувствовала им очень активно И поэтому во многом с ее попущения При ее, отчасти даже, спонсорстве Монофизиты смогли создать свою сеть епархий Свои монастыри Они у них развивались очень активно Патриарх монофизитский прятался На женской половине, да, царца Да, да, да Патриарх монофизитский прятался у нее при дворе Вот И, естественно, его там никто не мог найти Потому что солдаты, ну, что это, войдут в покой императрицы, что ли Куда это годится Вот И поэтому Причем все знали, как я понимаю, что он там прятался Он точно там, но нам туда нельзя Так все решили Мне почему-то вспоминается Немножко, наверное, не в тему Но такое чувство Получается, вторая половина дворца Которая принадлежала лично, собственно, самой императрице Мне почему-то вспоминается Когда я в детстве Были в Кремлевском дворце На этот Есть Снежная королева И там как раз именно король там со своей дочерью, насколько помню, поделил пополам Вот И он очень хотел Герду как бы то ли казнить, то ли еще чего И постоянно пытался каким-то образом перемотить ее к себе на сторону Именно на свою половину Там прям ровно пунктиром посередине была сцена Вы знаете, у меня есть такое впечатление, что, возможно, мы с вами были на одном и том же спектакле Вот, вот, вот Я очень хорошо его помню Какая круглая планета, оказывается Вот, и там просто была такая ситуация Я даю тебе слово, что я тебя не тронул Говорит, обещаете? Обещали, давай пожмем руку И так, опа, ее к себе на сторону И вот так же он там находился Да, 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 да Небось еще перепрыгивал через границу Вот И вот при ее покровительстве Во многом за счет этого была создана большая иерархия Сеть монастырей И, в общем-то говоря, когда При последующих императах, кто не были такими талантливыми богословами Как Юстиниан и так далее Просто эта самая монофизитская сеть епархий Она просто разрослась, обривала очень большое влияние И дальше с ней уже ничего нельзя было сделать То есть расколот уже стал нельзя преодолеть Потому что у них все закрепилось, устоялось У них там свои патриаршества Все у них хорошо И все, в общем-то Ну, мы немножко еще поговорим о монофизитстве И последствиях этих разделений В следующем выпуске Пожалуйста, вы тоже не пропустите Мы будем говорить о таком малоизвестном периоде В истории Византии Как иконоборчество Он очень важен для церковной истории Но малоизвестен людям Которые меньше интересуются Больше интересуются историей светской Он не только для церковной истории очень важен Он также важен, как важный период Для мировой художественной культуры Да Ну, а сейчас давайте так Подведем небольшие итоги Юстинианова правления Удивительно, но до сих пор есть люди Которые очень серьезно относятся к Юстиниану И либо хвалят его, либо критикуют Ну, вот, судя по тому, что мы сегодня услышали Это человек, который не просто построил Святую Софию Не просто правил и вернул Риму Рим На какое-то время, пусть даже недолго Да, ну, кстати, Рим-то довольно долго, да Ну, это еще и человек Благодаря которому мы живем сегодня В текущей правовой системе Это человек, благодаря которому Западная цивилизация Большая, да, христианская цивилизация Запада Стала такой, какая она сейчас есть И человек, благодаря которому Церковь православная стала такой, какая она сейчас есть Надо сказать, что он причислен к лику святых И супруга его тоже Вот Так что для церкви это очень значимый человек Но, тем не менее, сразу после его кончины Византия вошла не в самый лучший период своего времени И во многом сохранить и закрепить результаты не получилось Как вы считаете, это вот как-то связано с ним? Мог он действовать по-другому? Или это просто были уже обстоятельства времени? Ну, тут много всего Конечно, это роль личности в истории Это был человек-визионер У него было очень определенное видение, да И вот те огромные ресурсы, которые были у восточной части империи Он их все бросил на вот эту На свою великую мечту Которая была, наверное, слишком великой Да, возможно, отчасти это было и так Make Roma great again Да, да, да И его великие вот эти военные замыслы И строительные замыслы И вот вся эта его программа модернизации огромная Все это было очень круто, очень здорово Но действительно, это было перенапряжение силы империи Вот, это во-первых Во-вторых, конечно Ну, он, в общем, был, конечно, все-таки тиран Все-таки Понимаете, восстань Ника Это действительно большая страшная трагедия Вот, действительно, он интриговал Действительно, он, там, да Ссылал людей Он действительно, там В общем, люди гибли при загадочных обстоятельствах Если они тем или иным образом воспринимались им как угроза Все это действительно так Вот Но Я бы сказал так Что, наверное, если рассматривать эту историю Исключительно с точки зрения Светской Причем с точки зрения светской-западной Скажем так, да То там он все-таки обычно скорее отрицательный персонаж Чем положительный Потому что Это была попытка законсервировать Предыдущий этап мировой истории И воспрепятствовать вот этим молодым европейским государством Готов и прочих Прочих германцев Воспрепятствовать им вот строить свое великое будущее И до Карла Великого они в итоге этого сделать не смогли То есть он в итоге Присек вот эту самую германскую новую Европу Вот И не дал ей сформироваться еще на 300 лет вперед Вот Но если рассматривать эту историю С одной стороны Ну как бы с перспективы нашей Отечественной русской истории То для нас Конечно Он очень значим Потому что Да, ну вот он Сделал Он сохранил Сформировал Византию Такой, какая она есть Не дал ей превратиться в восточное государство А оставил ее государством европейским Потому что Византия это все-таки Европа И благодаря этому во многом И мы тоже в каком-то смысле все-таки Европа Вот Скажем так Евразия, а не Азиопа Вот Это с одной стороны А с другой стороны Для православной церкви Безусловно Юстиниан это человек Который сформировал Во многом ее богословие И во многом удержал Раскол на несколько столетий И с этой точки зрения Конечно Это великий человек С великими достижениями Вот То есть Ну вот Скажем так Не все так однозначно Да Лично для меня После результатов сегодняшней Вот именно Беседы Которые мы с вами провели Как это модно сейчас говорить Кейс Юстиниана Актуален и в наши времена Очень много параллелей Скажем так Современным миром Можно проследить О том А самое главное Это вот Просто смотреть И в контекст Скажем так Немножко просматривать И правильно говоря Что учитель Иссори Это очень строгий учитель Который не прощает Ошибок Скажем так Как мне кажется Некоторым людям Необходимо Более внимательно Учить историю Ну да Это касается И нашего времени Касалось это И Юстиниановой эпохи И его наследников Им пришлось сильно Работать над допущенными Ошибками А вот о том Как это произошло Мы поговорим В следующем выпуске Подписывайтесь на нас На наш телеграм-канал На нас вконтакте В Дзене Ставьте здесь лайки Спасибо Всего доброго Дорогие друзья Ави Мария Субтитры подогнал «Симон»